Приволжский район Казани одним из первых попадет под временные ограничения. 16 октября перекроют участок дороги от проспекта Победы до улицы Парина и по проезду Оренбургского тракта около деревни Универсиады. Крупные дороги в этом районе закрывать не будут. Кроме этого, закроют движение по местному проезду вдоль Петербургской. Здесь в центре ограничения начнутся в дни проведения саммита. С 22 числа закроют улицы Большая Красная и Карла Маркса. Запрет начнет действовать здесь от Аграрного университета. А здесь у здания Кнетука и ограничения будут сняты. Продлятся они три дня. Кроме главных дорожных артерий центра перекроют и пересекающие их улицы Пушкина, Карла Фукса, Лобачевского и другие. Водителям рекомендуют уже сейчас продумать свой маршрут на эти три дня. Мы понимаем, что ограничения могут доставить жителям определенные неудобства. Поэтому заранее просим предусмотреть изменения своих привычных маршрутов и графиков работы. Со своей стороны, страны исполкома города, мэрии, республики, республиканской власти мы сделаем все для того, чтобы наши жители минимально почувствовали это неудобство. Также изменения коснутся движения по мосту Миллениум в сторону центра и по улице Вишневского. Заезжая на этот участок, водителям нужно будет понимать, что на протяжении почти 7 километров повернуть ни направо, ни налево будет нельзя. Установят временный знак движения прямо. На этом участке ограничения заканчиваются. Это перекресток улиц Нурсултана Назарбаева и Шагабудина Марджани. Остановка – площадь Вахитова. На некоторых улицах, наоборот, появятся временные левые повороты с Кызыл-Татарстана в сторону Миховщиков и с Татарстана на улицу Габдулу-Тукая. Новую схему движения сейчас активно изучают казанские водители. Мероприятие достаточно такое значимое. Если есть такая возможность, я считаю, либо личный автотранспорт не брать, либо есть такая возможность и позволяет погода, можно уехать из-за города. Людям будет неудобно набираться на работы. Я могу спокойно дня три подождать, чтобы не выезжать. Также, в целом, мне кажется, можно и пешком прогуляться. Тяжеловато будет, но ничего. Будем приспосабливаться. Кто-то за город уедет, кто-то на велосипед пересядем. С 19 октября в Казани ведут временный запрет на каршеринг, аренду самокатов и велосипедов. Еще одно изменение касающееся моста «Миллениум». Под ним, начиная с 22 по 24 октября, нельзя будет оставить свой автомобиль. Водителям необходимо будет выбрать альтернативное место для парковки. Это касается и площадок под транспортными сооружениями на перекрестках Амерхана-Чистопольская, Амерхана-Ямашево и проспекта Универсиады-Вишневского. Также оставить машину не получится на некоторых платных парковках рядом с гостиницами, отелями и на маршрутах движения кортежей участников саммита. Изменятся маршруты движения общественного транспорта. Автобусы 10, 10А, 30, 35 и 35А не заедут в центр. Три дня они будут следовать до улицы Тукая. 22 и 89 автобусы поедут не по Ленинской дамбе, а через Волгоградскую с поворотом на Адарацкого и выездом на «Миллениум». Временно закроют маршруты 28 и 28А. Пассажирам, которые ими пользовались из Новосавинского района до улицы Вишневского, можно будет добраться на автобусе маршрута номер 35, а в обратном направлении на маршруте автобуса номер 43. Также будут закрыты 4 троллейбусных маршрута номер 2, 3, 5 и 7. Пассажиры смогут воспользоваться автобусными маршрутами и трамваями с пересадками. В центр города пассажиры смогут добраться также на метро, который будет работать с интервалом в 6 минут в часы пик. Интенсивность движения поездов метро во время БРИГ специально увеличат. Многие казанцы в дни саммита планируют пересесть на этот вид транспорта. Ничего страшного нет, метро есть, можно обойти, пройтись, прогуляться. Город у нас красивый. Меня, собственно, это не коснется, я работаю и использую только метро. Трудности создаст, конечно, в городе определенные. Люди привыкли уже к определенным маршрутам. Руководство города заявило, при необходимости могут перекрыть и другие участки дорог. С полным списком адресов и нюансов движения транспорта можно ознакомиться на сайте мэрии.